Обращаюсь к вам как композитор, как поэт за помощью, за финансовой, за материальной помощью для написания песен, для записи песен. То есть песни я пою, я играю, я композитор, я поэт. И мне хочется поделиться этой радостью с людьми, мне хочется петь о любви. Во все времена любовь, любовь спасает людей, она везде, она даже в самых трудных минутах жизни, если есть, то человек уже счастлив, уже преодоление вот идет трудностей с любовью. На востократ легче, все трудности переносятся, все печали. Ну вот, понимаете, когда у человека есть, ради кого жить, ради там творить, если человек творец, он творит. И в общем-то, в принципе, я хочу сказать, что все мы люди, человеки в этом мире, связаны между собой такими невидимыми нитями. Вот, и я вот, когда у меня вот бывают денежки, я обязательно перечисляю детям, вот, показывают дети, помогите детям по телевидению, да, телеканал «Спас» мой любимый, я его смотрю, вот по телевидению показывают. И вот я обязательно перечисления эти делаю. Мама была жива, вот мы торговали, у нас бизнес был. Мама всегда подавала неимущему, кто подходил, подайте, пожалуйста, Христо ради. И мамочка моя всегда подавала, и я подавала, она меня этому учила. Вот, а сейчас вот такая ситуация, что помощь нужна, ну, конкретно мне, вот такая финансовая. Вот, я вот отчитаюсь за каждый рубль, что мне перечислят люди, я вам покажу отчеты, сколько что стоит. И, в принципе, я вот вам обещаю, говорю, я верну вам денежки. Вот, кто мне поможет сейчас, денежки я верну. Придет время, когда я смогу каждого из вас, кто поможет мне, отблагодарить. Вот, и вот поэтому я говорю, люди, помогите. Я никогда не просила о помощи. Я как-то вот привыкла надеяться на помощь семье моей только, да. Там папа, мама, у меня замечательные родители. И, в общем-то, мои родители вот помогали всем, кому могли. И когда коснулась дела, вот у меня вот была проблема в жизни, тоже родители обратились, им помогли вот деньгами. У нас не было билета на самолет, чтобы меня на операцию родители отвезли, да, в далекую Сибирь, в мои 16 лет. Ну вот, нашлись же деньги, помогли люди, да. И сейчас я вот тоже обращаюсь за этой помощью. И все мы люди, мы все должны друг другу как-то помогать. Вот, как-то вот говорят, а зачем там деньги, а куда? Ну, если человек просит. И я вот объясняю, для чего. А бывает, человек не может причину объяснить. Бывает, стесняется человек даже, вот, он преодолевает себя, вот просто ручку протягивает, идет к вам, подайте. Вот недавно мы с дочкой шли по улице убежицы, стоит мужчина. Он так час простоял, ему никто не подал. Вот мы шли, я дошла к нему, он говорит, помогите, пожалуйста, мне на маршрутку дайте денег. Мне уехать надо избежиться на 2-й Брянск. И я, говорит, только из 1-й больницы, вот меня выписали, говорит, сын забрать не может. Я говорю, миленький, сколько же вы тут стоите? Он говорит, час стою. И что, никто? Никто. И вы знаете, у меня деньги были только на карте в тот момент. А наличных денег не было. И вот дочка пошла в банкомат, благо вот тут же банкомат оказался. Сняла денежку, вот дала ему 50 рублей на маршрутку. Вот, понимаете, и человек так доволен. И вот, а, до этого мы стояли, я даже не знала, что делать. Я так растерялась, говорю, у нас нет наличных. И он как-то стоит, ну как бы, ну, тоже он не очень так понимает, что делать. Вот, а идет женщина, я думала, у нее может какие-то наличные. Такая женщина, интеллигентная, одета, хорошо. Говорю, женщина, можно вас попросить о помощи? Она такое лицо дикое сделала, ничего не ответила, прямо так обошла меня, вот как препятствие какое-то на пути. Отклонилась от меня прямо так с ужасом и пошла себе своей дорогой. Она даже не спросила, в чем дело, какая, собственно, помощь нужна. Ну, хотя бы, ну, 5 рублей человек мог дать, вот каждый проходящий. Но 5 рублей, ну, 10 человек дали бы по 5 рублей, да. Человеку надо было с пересадками ехать там, пересаживаться еще на один маршрут, чтобы до дома доехать. Ну, понимаете, ну, какая-то ситуация странная такая, вот я не знаю, почему так люди себя ведут, не верят, что нужна помощь, что человек действительно нуждается. Бывают такие ситуации. Я потом вам расскажу, как я в Дивеево, вот я ездила в Дивеево к Серафиму Саровскому. Я тоже сталкивалась с такой ситуацией, что мне понадобились деньги. И мне помогли. Это удивительная такая история, я вам расскажу. Обязательно я расскажу вам ее. Вот, так что, ну, все, кто может, кто слышит меня, помогите, кто чем может. Вот, понимаете, хоть малость какую-то, да. Я запишу хорошие песни, вы их услышите. И вот моя мама жила, благодаря вот у нас такой друг семьи нашей, да, есть, Владимир Песня, композитор такой. Вот, он пришел к нам из интернета. И мы слушали его, и мама моя, Жека Евгений Григорьев, это вот люди, которые продлили моей мамочке жизнь. Моя мамочка говорит, даже она обращение делала к ним, и говорила, я собралась умирать. Вот, и говорит, что, а теперь вот слушаю песни ваши, и не хочу умирать. Мамочка моя сказала. И мамочка молодая, она все время попросила, Леночка, включи мне, пожалуйста, Джеку. Она Джеку звала Джека. Включи мне, пожалуйста, песни вот эти от любви. Включи мне, пожалуйста, Володечку песню. Володечка. Она называлась Володечка, сыночек. И, понимаете, такие люди хорошие, принесли нам творчество, принесли нам жизнь. Я с их песнями сажала цветы, я пела. И у меня вот все цветет, вопреки, значит, сосед у нас такой старый дедушка, он бубнил все, что ничего мне не получится. Я же вам показывала свой этот маленький сад, который я возделала с мамочкой вместе, да? Я с песенками сажала, с этими песенками о любви. И все у меня вышло, все у меня получилось, люди дорогие. Все получается, когда ты делаешь с любовью, когда ты не думаешь о выгоде. О том, что это выгорит или не выгорит. Попадешь ты там в чаты какие-то или куда-то еще. Я просто хочу дарить людям радость. И я верю, что я буду дарить людям радость, понимаете? И говорят, что хорошо пою. Женщина говорит, зачем вы говорите в интернете? Вы должны петь, у вас такой голос. Ну вот я сейчас, ну как сказать, да, может я поздно начинаю, может я много потеряла времени в жизни. Хотя у времени, у Бога нет понятия в этом плане поздно. Ничего не поздно, понимаете? Поздно бывает, как сказать, сказать люблю, попросить прощения, да, перед чертой смерти. Да, уже человек вот умер и все, за чертой смерти. Уже человек оттуда не попросит прощения. И, как говорится, поздно, как сказать, признать Бога. Когда человек вот умер безбожником, да, и там приходят, а там, ой, Господи, здравствуй, оказывается, ты есть, да? Ну надо здесь поверить, надо здесь принять Господа, свою душу, свое тело. Вот, и поэтому я говорю, вот я сейчас начинаю этот творческий путь. Елена Желанкина, город Брянск, Леночка Лето, Лена Лето, Леночка Желанкин, в общем, по-всякому меня зовут. Вы меня можете найти в сетях, везде. Вот я говорю, включите чайник, там я, Леночка Желанкина, Елена Желанкина, Лена Лето. Вот, и, пожалуйста, кто может мне помочь? Найдите меня, пожалуйста, в сетях, в Одноклассниках, я скидочки, ой, я ссылочки сделаю под видео сейчас. В Одноклассниках, ВКонтакте, в Телеграм, где я еще есть, в Инстаграм я есть, где я еще есть, в Ютуб, но в Ютуб только можно, вот, я могу скинуть, там тоже ссылки, ссылки скину на сети, на свои, да, на контакты эти сетевые. Вот, ну и, в принципе, можно еще где еще. И можно списаться со мной по электронной почте, и, в общем-то, я укажу вам реквизиты, куда можно перечислить денежки. Буду признательна вам всем, каждому. И говорю, долг я верну, вот, каждому, кто мне поможет, ну, я обязуюсь, что я долг верну, долги я верну, я вот стану популярной, появится у меня денежка, и я сразу начну возвращать долги, сразу, всем людям, которые помогут. Вот, то есть, в общем, если вот вы помогли бы сейчас, то вы бы получили, может, какое-то реальное удовольствие от того, что буду я в вашей жизни появляться в вашем доме со своими песнями, со своей музыкой, и поднимать вам настроение, улучшать вашу жизнь, да, каким-то образом, помогать вам и вашим близким. Вот как вы, Жека и Володя, песня помогали жить моей мамочке, вот, радостно, она обрела новый смысл, она ждала их новых песен, смотрела видео, говорила, Леночка, я ей наушнички одену, она говорит, одень мне наушнички, говорю, мамочка, а я тоже хочу послушать, и мы с ней вдвоем слушали, вот, а потом я там занималась, допустим, делами, ну, так какими-то, да, и она вот, она засыпала у меня даже под эти песни, вот она ложилась, и вечером, она слушала долго, пока не прослушает, все, она не засыпала, это было удовольствие, редчайшее такое удовольствие, у меня мамочка была очень музыкальная, ну, в силу того, что послевоенное детство, вот, тяжелая ситуация была в стране, да, восстанавливали все, и, может быть, вот, не до песен было, она помогала по хозяйству родителям, хотя папочка ее хотел, папочка, дедушка мой, очень любил Лемешева, он его слушал, у нас был патефон в доме, вот, потом у нас был приемник, потом у нас был проигрыватель, потом у нас магнитофон был, и, в общем-то, наша семья, я вот родилась, в доме уже звучали песни, я росла под музыку Лемешева в доме, вот, родилась я маленькая, в доме звучала музыка, песни Лемешева, в исполнении Лемешева, великого, известного, и дедушка мой, мою маму хотела тать на баян, вот, на аккордеон учиться, музыкальную школу, но не знал, как это сделать, и, вот, он был очень занятой, он был электриком городским, дедушка мой, вот, он образован был, дедушка, и, в общем, в то же время он очень любил сад, у нас был прекрасный сад в городище, в Брянске, вот, в Бержецком районе, вот, и, в общем, прекрасный, огромный сад, и дом наш потом снесли, дом дедушка вот перед войной построил, ну, такая вот наша семья, понимаете, вот, вот я вам рассказываю, может, истоки мои, что у нас в семье не пили, не курили, не матерились, вот, жен своих чтили, и ни один мой дедушка не развелся с женой, не было таких повторных браков, все жили своей семьей, умерли любимые, как говорится, оплаканные своими семьями, своими детьми, и по сей день, вот, помним мы, чтим, благодарим память у нас, это, в наших жилах течет кровь, благодарная нашим предкам, вот, ну, поэтому я вот, я несу в себе, вот, как говорится, вот эту силу земли, добро земли, сама выросла на земле, до восьми лет я жила, в этом саду я пела, вот, сколько себя помню, столько пела, и сейчас говорю, люди, я люблю вас, я благодарю вас за любовь ко мне, столько посланий добрых вы мне пишете, но кто может, помогите сейчас, чтобы я к вам вышла не только говорящая, поющая, чтобы я несла вам радость, чтобы я несла вам свои песни, чтобы они были записаны, ну, качественно записаны, красиво записаны, обработаны, чтобы вы прошли аранжировку, как положено, да, и чтобы вы услышали в красивом качестве мои песни, мой голос, и радовались, что вот есть я такая, Лена Лето, чтобы я вошла в каждый дом к вам, я Лена Лето спрашиваю, почему Лена Лето, потому что я зимой и летом, понимаете, с цветами, у меня вот цветок сейчас, вот сейчас вот ноябрь на дворе, да, я выхожу на улицу, у меня обязательно будет цветок у волоса, У меня обязательно цветок где-то на курточке будет. Ну, это вот, ну такая я, цветочница, такая, люблю цветы. Я люблю их с детства. Наверное, научили родители замечать эту красоту. И я делюсь этой красотой с вами. А сейчас я хочу делиться красивыми песнями, красивыми-красивыми-красивыми песнями моими. Вот. Этот подарок, это подарок моего папы. Папа мне покупал пианино когда-то, давным-давно. Вот, в кредит он его купил. Были очень бедно жили. И вот такой пианино вот он мне купил. Вот. Я пыталась, вот пыталась, я говорю, играть там, учиться, все. Но потом жизнь так повернулась, что двое детей, семья, жизнь. И я, в общем, ушла в семью. Я ушла в бизнес, стала заниматься. Но потом бизнес, как говорится, приказал долго жить. Но и сейчас вот со смертью матери, конечно, мамы моей любимой. Мне очень тяжело. Вот, мамочка моя любимая, Лилечка, где-то на небесах смотрит на меня сейчас. Вот, она восхищалась, как я пала в ресторанах. Вот, я пела в караоке, ходила в конкурсах, участвовала. И она говорит, господи, папочка не дожил. Но мамочка увидела, как я пою. Мамочка не дожила до моей первой песни, как я напишу песню. А песню написала первую, вот так записала по-настоящему, нотами. Ну, спасибо, Игорь, вот музыкант. Спасибо, Вячеслав Григорьевич. Спасибо, Юля. Это люди, которые мне помогают записать эту песню нотами, оформить это всё. Спасибо людям хорошим, всем, кто помогает. Всем-всем спасибо. Спасибо. Я благодарю всех людей, пришедших мне на помощь. Потому что в школе я упустила, конечно, сольфеджио, я об этом говорю смело. И я не могла записывать эту музыку нотами вот так. В принципе, я могу нотами записать, у меня проблемы с длительностями. Я не могу записывать длительности. Но я думаю, что я научусь, я вообще-то талантливая ученица, и всё у меня со временем получится. Вокруг меня сейчас музыканты, такие люди творческие. И я думаю, когда ты в это входишь, в это поле, то тебя такие люди окружают. И вот меня огорчает, что люди некоторые не любят вообще ни слов, ни музыки, ни песен, ни стихов. Им нужна полная тишина, покой. И, в общем-то, есть такие люди, да, к сожалению, они есть. Но это право каждого, понимаете. Кого-то раздражает пение, кого-то я раздражаю. Кто-то пишет злые комментарии под моими видео. Я всех вас прощаю, ребят, отпускаю. И говорю о том, что... Мне говорят, Лена, закройся, слишком яркая. Слишком много ненависти испытывают люди к тебе там. Ну, я говорю о том, что одни испытывают ненависть, но я из подъезда выхожу, иду по улице. Есть люди там зубами скрижающие в прямом виде, понимаете. Ну, так что, вообще не жить получается. Ну, я думаю, что вот своим поведением, своим примером, как люди подходят, говорят, спасибо вам за мотивацию хорошую. Дети подходят маленькие на улице, взрослые. И, в общем-то, ну, и столько друзей. Люди здороваются прямо с другой стороны улицы, кивком головы, улыбаются, узнают меня. И мне приятно. И я делюсь хорошим. И, понимаете, я хочу петь о хорошем, о любви. И вот все, что я делаю, ну, кого-то мотивирует действительно обратить внимание на цветы. Обратить внимание на красоту этого мира. Вы посмотрите, вот эта красота. Это же красота. Вот я вам сейчас покажу. Вы видите? Это моя такая домашняя маленькая воспитанница. Вот такая моя. Это я ее сажаю, я ее рощу. Вот она такая красивая, геранечка у меня, понимаете. Вот такая лапочка, вот такая девочка у меня. Вот она, я вам покажу ее вот таким ярким цветочком. Вот она. Вот. Подосказали мне в интернете полить. удобрениями я забыла что есть удобрения я купила маленький пакетик удобрения вот и полила вот и думаю что в общем хорошо моим цветочком сейчас вот удобрение такое недорого 15 рублей потратила и полила и как-то замечаешь туда как-то очень хорошо спасибо люди за дружбу со мной за советы ваши добрые за хорошие за хорошие такие дельные советы и за поддержку вашу и буду всем признательна всем обязана буду всем благодарна и очень буду благодарна очень буду признательна вам и все что вот вы все что я смогу вот все что моих силах я отдам вам и подарю вам душу нежность свою вот любого мою к вам подарю чтобы меня слушали чтобы вы слышали меня чтобы откликались добром чтобы вам хотелось стать лучше понимаете вот любите друг друга и жалеете друг друга прощайте друг друга Относитесь друг к другу с добром, с терпением, с пониманием. Даже если нет понимания, может, лучше уйдите, замолчите. Не говорите лишних слов. Не говорите слов, после которых эти слова, они, знаете, залетают в душу и там остаются до конца дней наших. Мы помним, бывают эти слова, они бывают очень ранят на всю жизнь. Поэтому лучше доприкуси язык свой, как говорят. Вот хочется плохое сказать, хочется доказать правоту свою. Люди кричат, прямо кричат, орут друг на друга и желают друг другу, проклинают друг друга. Потом говорят, ой, прости меня, а проклятие ж уже вылетело в этот мир. Ну, поэтому держите, говорю, хотите пожелать близкому в горячке, сказать плохое, любому человеку придержите язык. Укусите его лучше, свой язык, если он злой. Просто прикусите его, пусть лучше кровь из этого языка пойдет. Но слово плохое, дурное не слетит с вас. И молитесь, молитесь, молитесь и молитесь. Молитесь Богу. Бог вас слышит, Бог помогает. Бог есть любовь. Вот я вся. Вот вся перед вами, вот такая, как есть. Но кто-то меня осудит, это его право. Кто-то мне поможет, я благодарна буду. Я вас всех люблю. Всех благодарю за то, что смотрите мои видео, что подписывайтесь на меня. У меня сегодня 12 тысяч подписчиков. У меня такой праздник сегодня. Я зашла в интернет, глянула, 12 тысяч подписчиков у меня в Инстаграм. Благодарю вас, люди, за такое добро, за подписку на меня. И весь мир смотрит, все люди во всем мире смотрят, благодарят, что, мол, я несу добро. Я несу людям какой-то позитив. И люди говорят, на цветы внимания не обращали. А сейчас обращаем на травинке, на каждый цветочек, лепесточек, что спасибо, люди говорят. Вот это дорогого стоит. Вот так меня родители воспитали, замечать красоту этого мира. Я так и живу. И я хочу вам всем пожелать. Живите, учитесь своих детей, замечать красоту этого мира. И красота спасет этот мир. Она действительно этот мир спасет. Люди будут сажать цветы, люди будут наслаждаться жизнью. Люди перестанут завидовать однажды друг другу. Люди перестанут желать того, что у другого. И все будет хорошо. Когда мы все придем к этому, все придем к осознанию, что каждый цветочек — это красота, что нельзя его ногой стукнуть этот цветочек, ударить, затоптать, сорвать, то земля будет полна цветов, полна красоты. И мне вчера женщина из интернета прислала красивые видеоклипы, красивые такие видеоряды с цветами и музыкой. И мне так прямо вчера тяжело было на душе. И вдруг вот эти вот эти цветы. Я говорю, господи, ты меня слышишь, ты посылаешь мне вот такую благодать через людей, через любовь их. И мы подписались друг на друга. Женщина удивительна, с удивительным тонким миром. И мужчина вчера, вот просто вечером вчера человек написал мне, много аудиосообщений по сообщениям прислал. И мы посмеялись. И вот, ну это прекрасно, он молодой. Он пишет, что я там типа не с любовью такой, чтобы жениться на вас. Просто вы меня очаровываете как человек, вот вы мне нравитесь. И спасибо, что вы есть. И спасибо, Руслан, что ты есть. И спасибо таким людям, которые есть. И спасибо всем моим друзьям. И спасибо другу Мишу моему. Всем спасибо, которые есть в моей жизни. И подругам моим. Вот я уже говорила о своих подругах, да. И всем-всем добрым людям спасибо. Вот я вас люблю и целую вас. Целую, целую, просто целую. Вот целую. Вот иконочки у меня, мамочка в этой комнатке у меня жила здесь. И вот иконочки у нас стоят. Вот они, иконочки. Господи, миленькая моя, я сегодня молюсь, беру иконочку в руки. Мамочка ее на работу с собой носила. И я эту иконочку сегодня держу. На ней тепло мамочкиного тела, мамочкиной души. Мамочка вот в курточку положит, в кармашек иконочку, да. И вот она всегда вот почитала святого Шарбеля, батюшку Шарбеля. Признают его, не признают, я не знаю. И мы признаем его. Мы прочитали о нем. Батюшка Шарбель. Вот моли Бога о нас. Сколько же он мне помог, батюшка Шарбель. Иисус Христос, все святые. Николаюшка чудотворец, матронушка блаженна. Все святые, молите Бога о нас. Все святые. Вот моя мамочка, только с Богом, с Богом, мамочка моя. Хотя я их учила в школе не верить, мамочка не верила. Но вот то, что Бог послал испытания через меня родителям, что я заболела, будучи здоровым ребенком, нуждалась в тяжелейшую операцию мне сделали. И мои родители пришли к Богу благодаря этому, да. Как бы мама спрашивала, Господи, за что? А потом говорю, мамуль, как за что? За то, что в Бога не верили, чтобы к Богу пришли, чтобы поверили в Него. И мамочка моя до конца дней своих верила в Бога, молилась. И я молитвы над ней читала. И все, в общем, моя мамочка вот с Богом, и папочка с Богом. Папочка тоже перед смертью с Богом разговаривал. Даже просил Бога войти в его душу, в его тело и забрать, взять, забрать. Вот так было тяжело отцу. И Бог услышал отца. И буквально днями отца и не стало. И это удивительная история. История жизни человека, который был коммунистом, атеистом, мой папа был. Но добрым человеком, добрейшим человеком был папа мой. Царство Небесное, раба Божьему Виктору, раба Божьей Лидии. Упокой Господи души, раба Божьего Виктора, раба Божьей Лидии. Упокой Господи души. Вот такая маленькая история, маленький экскурс в мою, как говорится, семью, в мой род. И, в общем, люди, дорогие, я вас люблю. Я тысячу раз говорю, я вас люблю. И я всем желаю только добра, только позитива желаю всем. Только хорошего всего желаю. Будьте любимы, любите. И помогайте друг другу. И если вот на экране бежит строчка, если у вас есть копеечка какая на телефоне, помогайте. Я, когда у меня копеечка есть, я помогаю. Всегда, вот я не могу остаться в стороне от этого дела. Я понимаю, каждый по капельке и ребеночку сделают операцию. Я сама тот ребеночек, которому нужна была помощь. И папочки пришли на помощь. Знакомые, друзья, родственники все пришли и помогли ему, да, с мамочкой. И потом долги он эти раздал, и все, в общем-то, вот. И спасибо им, и живу я благодаря им. Жизнь моя была сохранена благодаря вот помощи людской. По капельке, по капельке. И наш самолет взмыл в небо. Прилетели мы в Красноярск. Прилетели, сделали операцию. Врач не взял ни копейки за операцию. Это удивительное было время. Это мы жили в СССР. Мне было 16 лет. Я вспоминаю это с благодарностью. И этот врач, вот мама, папа и врач. Алексей. Я всегда произношу имя Алексея, оно свято для меня. Это мой второй отец земной, который мне подарил новую жизнь. Он мне такую операцию сделал сложнейшую. Его отговаривали. Он пошел на такие риски большие. И все-таки сделал эту операцию. И каждый раз я его благодарю. Каждый день я вспоминаю имя его в церкви, в храме. Вот наряду с моими родителями. Я пишу его даже первым в списке. Алексея пишу, потом отца пишу, потом маму. А бывает, я пишу маму, папу, а потом Алексей. То есть я их вот... Они дороги все мне. Вот три моих человека таких. Три дорогих моих таких человека, которые там, на небе. Они наблюдают за мной. Я думаю, они рады за меня. Видят вот мои успехи и радуются. Да. И сейчас в моей жизни есть ученый. Я вам потом о нем расскажу. Он уникальный. Он сделал уникальное открытие. И тоже он знал Алексея Александровича. Они связаны с ним были. В общем, знали друг друга. И вот так судьба нас свела снова. И сейчас мне прислали книгу. У меня даже человек, который знал моего врача, прислал книгу. И я, как говорится, читатель, рецензент. И, в общем, я лицензирую, читаю. И, в общем, мнение свое имею о каждом, как сказать, пункте. И, в принципе, очень интересная жизнь. Очень интересная такая судьба у меня. Даже она сложная, трудная. Но я Бога за нее благодарю. И за то, что Бог послал любовь. Любовь мне послал в жизни. Любовь. Вот благодаря любви все совершается. Благодаря любви мы становимся счастливыми. Благодаря любви. И вот я прошу вас о любви. Я прошу вас о помощи, о любви. Вот. Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Кто чем может. Я буду вам рада, благодарна, обязана всю жизнь. Буду за вас в церкви молиться. Ваши имена запишу. И буду молиться. И каждый день молиться перед иконами и в церкви. Спасибо вам. Заранее благодарю всех, кто откликнется на мою просьбу о помощи. С вами была я, Леночка Желанкина. Город Брянск. Лена Лето. Елена Желанкина. Кому как угодно. Кто как хочет, так меня и называйте. Вот. Всего доброго. До новых встреч. Люблю. Целую. Целую, обнимаю. И к сердцу вас прижимаю. Люблю. Вот просто люблю вас всех. До новых встреч.